Первый марш-бросок из лагеря до старта это лишь разминка. Настоящее бездорожье впереди. Со старта никто не срывается на трассу. Сначала нужно забить координаты точек в GPS-навигатор. Понимут участники и будут находить контрольные пункты. Параллельно со спортсменами готовятся и любители. Серийная Нива позволяет почувствовать себя покорителем бездорожья. Раздобыли точки и будем сейчас ездить, вмешаться основным участникам. На этом УАЗике от серийного осталась лишь решетка радиатора. Экипаж по прозвищу Дикой гордится тем, что их машина всегда сама добирается до финиша. Главная задача – взять точки, сфотографироваться рядом со своим автомобилем на фоне контрольной метки. Все пункты лично выставил организатор трофе. Правда, он добирался до места назначения пешком, чтобы не проложить колеи. Точка-точки рознь. Одни принесут 5 баллов, за другие дадут полторы сотни. Чем сложнее, тем дороже. Очередь, сукины дети! Самая первая найденная нами точка оказалась в самом болоте. Пройти к ней пока что под силу только квадроциклом и самодельным автомобилем, так называемым котлетом. Остальные завязали. Любая помощь запрещена, поэтому из этой топи приходится выбираться участникам с помощью собственных усилий. Исключение – другой участник соревнований. Здесь помощь даже приветствуется. Особенно внутри одного класса машин, но они, как правило, оказываются в подобной ситуации. Помогают лебедки, без них в болото лучше не соваться. Но это приспособление разрешено не во всех классах. С лебедкой здесь бы не было вообще абсолютно никаких проблем. Одел корозащитную стропу, включил лебедку, подъехал и поехал обратно. А тут приходится только за счет... Александр Старцев – один из старожилов оф-роуд-клуба. Некогда, чтобы поставить колеса большего диаметра, ему прямо перед стартом пришлось вырубать топором колесные арки. Как и много лет назад, сегодня ему выбраться из, казалось бы, безнадежной ситуации помогает смекалка. Система блоков ее придумали еще в древнем Египте. Они построили пирамиды при помощи только таких блоков. Поэтому нового ничего не придумают. Другим участникам соревнований выйти сухими из воды удается не всегда. Внедорожник хорошо, квадроциклы лучше, уверены пилоты самого экстремального класса. По регламенту их выпускают на трассу парами, чтобы помогали друг другу. Слишком часто переворачиваются. Вдвоем нелегкая эта работа квадроцикл тянуть из болота немного упрощается. Сейчас мы находимся буквально в нескольких десятках метров от контрольной точки. Однако добраться до нее мы так и не смогли. Дело в том, что, проделав просеку в лесу, мы, к сожалению, застряли в непреодолимой чаще. И теперь вынуждены возвращаться обратно. Количество поваленных деревьев и кустов не поддается счету. Организаторы уверяют, что делают полезное дело. Лесные просеки должны обновляться. Впрочем, порой природа отыгрывается на покорителях бездорожья. Вот эта глубина не до дна. Порванный трос остановил нас. Экипаж дикой из-за поломки потерял 7 часов, но, выйдя в рейд, вечером успел собрать все самые сложные точки. Претенденты на пьедестал почета финишируют уже за полночь. Первым делом нужно сдать карту памяти от фотоаппарата и записать время прибытия. Эти результаты и станут критериями определения победителя. В итоге, вот, такой пень был взрывался на взрослых. Думали, просто оторвали. Модернизированный УАЗик в очередной раз остался верен себе. Добрался до финиша без посторонней помощи. В трофе-рейде это дорогого стоит. Вставляйте себе такую ситуацию на шнурках от ботинок. Не было колеса, и на шнурках они все это завязали. Тихо-тихим сапом они приехали. Кому-то повезло меньше. Многие автомобили увидят финиш не раньше рассвета. Поехали на стандартную трассу. Там, мы говорим, порядка 12-й пугажей застрял. Финиш – логическое завершение любых соревнований. Однако, в отличие от обычных гонок, здесь для большинства участников самое главное – это, наверное, даже не время в пути и не количество пройденных контрольных пунктов, а сложности, с которыми пришлось столкнуться с участником соревнований при прохождении трассы, и, возможно, даже некоторые повреждения автомобилей. В общем, все то, о чем можно будет рассказать друзьям и приятелям после финиша за костром. Антон Райхштадт, Дмитрий Рыженко, Константин Бушуев, Телеканал Эфир.